Впереди холода. А значит, бездомные животные как никогда нуждаются в помощи и заботе. В приюте «Подарок судьбы» живёт 140 четвероногих друзей. Для каждого из них зима – самое тяжёлое время года. Материальных средств на закупку кормов не хватает. Надежда лишь на сострадание и помощь со стороны людей. Тут помогают добровольцы, которые выступают организаторами благотворительных проектов. Одним из последних стал марафон «Добролапус». Люди с радостью откликнулись и приняли участие. Общими силами удалось собрать 250 тысяч рублей. Все деньги будут направлены на обеспечение комфортных условий зимовки постояльцев приюта. На сайте марафона «Добролапус» организаторами установлены как и произвольные величины пожертвований, так и фиксированные. Люди помогали, чем могли. Поступали пожертвования 3, 5 и 10 тысяч было крупное пожертвование. Но один раз я открыл сайт, чтобы подвести промежуточные итоги и даже не понял, что происходит. Вот эта цифра, да, 100 тысяч рублей. Я сначала подумал 10, но понимаю, что это не 10. Вот. И протокол предусматривал, что необходимо связаться с благотворителем и уточнить, не было ли ошибки. И да, действительно пришло подтверждение, что это не ошибка, что это именно пожертвование на деятельность приюта. Марафон завершился. Впечатления остались. В планах на будущее организаторов настроить обратную связь со всеми, кто спасает жизни животных. В качестве отклика всем участникам марафона будут отправлены благодарственные письма. Маленький сувенир от организаторов люди получат по электронной почте. Достаточно сложная система на сайте. Вот люди жаловались, ну не жаловались, но отмечали, что надо указать и электронную почту, и телефон. На самом деле это требования операторов, то есть Сбербанка, Яндекс.Денег. И это позволит нам по результатам марафона каждому участнику отправить благодарственные письма и иную информацию о подведении итогов. Около ста собак нашли спасение в стенах приюта. Каждый год их количество пополняется. Люди встречают животных на улицах города, в подъездах. Если забрать питомца в семью невозможно, его отдают на попечение приюта. Здесь животные под присмотром. На территории работает медпункт для оказания помощи, а также необходимой вакцинации. Местные собаки и сами выступают в роли лекарей. В 2019 году приют получил президентский грант на реализацию идеи терапевтического воздействия собак на людей. На полученные средства обновили вольеры для животных. Вот те собаки, которые туда были помещены, они прошли занятия с кинологом для взаимодействия с людьми. Ну и, собственно, целевая группа – это люди старше 50 лет, ну то есть люди старшего поколения, как заявлено в гранте. Сначала они приезжали сюда для терапевтического взаимодействия, а потом мы с собачками ездили уже на их занятия в парке Победы, в других парках города. Прогулки с животными лечат. Помимо людей старшего поколения, собаки помогают и юным жителям региона. Вторая часть вольеров была обновлена по результатам губернского конкурса. В них будут жить питомцы, подготовленные для оказания помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Помимо собак, в приюте проживает около 40 кошек. За каждый из них установлен должный уход. Но, несмотря на это, братья наши меньшие нуждаются в нашей любви и заботе. Все кошки приюта живут в тепле. В помещении работает печка, чтобы маленьким друзьям было комфортнее. Корм, свежая вода. Делается всё возможное, чтобы облегчить участь животных. Но даже эти старания не могут заменить любящую семью, готовую взять ответственность за нового питомца. Под наблюдением хозяев приюта, как ни странно, дом чаще всего находят собаки. Это может быть связано как с потребностью человека в верном друге, так и со слабой осведомленностью людей о наличии пушистых питомцев, кошек. Оказать помощь приюту может каждый на протяжении всего года. Все вырученные средства будут направлены на улучшение качества содержания братьев наших меньших. Александра Никитина, Юрий Ломатов. Новости Управда ТВ.